Музыка Музыка Я не дуже задоволена, тому що я погано зіграла, але все було чесно і дуже цікаво Музыка Який суперний? Різні, є сильні, є слабі, слабкі Цього разу не багато було учасників взагалі, так? Ну, пандемія в Україні, тому було не дуже багато Музыка 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 Враховывая, что это была пандемия, у нас были проблемы. Мы не могли проводить этот турнир в помещении, то только здесь мы за условия карантинных заходов могли проводить такие змагания. И только за четыре дни до начала змагания мы дали объяву на сайт Федерації шахов Южного, а потом на сайт Федерації Одесской области и на сайт Федерації шахов Украины. И как не дивно, в этот раз у нас на 14 человек больше, чем минулого года. 32 шахиста из четырех областей Украины, Одесской, Миколаевской, Хмельницкой и Львовской прибули на наше счастье. Действительно, эта пандемия всех втомила, мало того, что и шахисты, и дети хотят общаться, потому что все были закрыты. Так что не дивно, что у нас такая кількість достаточно большая для такого змагания прибула. А что до самого турнира, то он проходил очень и очень впервые борьбы. Девять туров на такие спецы витримать невероятно тяжело. И тому траплялись очень несподимые результаты. Останная партия, Жасан Михайло Мазурцова Маргарита. Жасан Михайло отримал просто величезную перевагу. И все уже не сумнівались, что он принесет переможное очко своей команде и они займут призовое место. Но стало непередбачивание. Но благодаря этому наши гости из Львовской области отримали призовое место. В первом месте занял представник команды «ЮШШК-1» Шевчук Юрій. Він набрал 7,5 очков з 9 можливих и одностайно став чемпионом. В втором месте поделили Юшков Євген Истахурский-Ярослав, представники команды «Химик-1». Но Юшков Євген трошки лучше для додатковых показателей. И среди девочек у нас еще больше напруженная ситуация была. Четыре девочки набрали по пять очков. И только для додатковых показателей распределили Ковалеву Таисию. «Завершаем наш четвертый для украинцев детско-юношеский шахтовный фестиваль «Вилля Чёрного моря» 2020 года. Ну, не основная задача этих турниров. Но очень важно, это когда дети на этих турнирах выполняют разряды. Выполняют нормы некоторых разрядов. Выполнить разряды очень и очень трудно на таких смешанных турнирах. Бывает даже практически невозможно, но повезло. Один человек у нас все-таки выполнил норму третьего разряда. И получает грамоту за это событие Лепенец Филипп. Влопаем. На выполнение третьего разряда. Набрав три очки и перевыкнув норму, напил очки. Все, Филипп, ты свободен. У нас разыгрывалось три, ну, комплектные медали разыгрывалось в трех возрастных категориях. Очень упорная борьба. Дмитриев, Павел. Влопаем. Корчевский Владимир. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень достойно играл. Выигрывал очень сильных соперников. Так, ну и первое место также представник мистер Соснивки Черонградского района, близкой области, Кипень, Святослав. Вот он набрал больше всех очков в этой возрастной категории и демонично занял первое место и, естественно, получает, кроме грамоты и медали, кубок. Развернись, чтобы тебя все сфотографировали. Так, переходим. Возрастной категории до десяти лет. Криштофор Максим выбрал награду более старшую до десяти лет. Влопаем. Бронзовую награду в возрастной категории 2010-м от рождения и младше. Пивоваров Максим, город Одесса. Влопаем. Сразу скажу, что Максим набрал столько же очков, как и победитель в этой категории, только чуть ниже коэффициент. А чемпионом уже второй год подряд становится в возрастной категории десяти лет Саакян Арам. Влопаем. Добавлю от себя, что все три призера представляют город Одессу. И по вековых категориях тоже скажу, кто у нас занял призовые места. До 12-ти лет чемпионом стал Вайберман Михайло из Одессы. Також представник Одессы Саакян Арам занял перше место до десяти лет. И представник львовского гостякипинства Святослав, шестиричный, занял перше место до семи лет. Это четыре категории, так было? Три категории векових было. Был загальний залик и еще категория СГР девчат было. И окремо командный залик. И командный залик. Сколько команд? У нас приймали участь пять команд. За положением могли участие только те команды, которые имеют в составе девчину. Поэтому команда Одессы, как они пытались, не смогли выставить команду. В Одессе дефицит великий. Хороших девчат шахистов. В том году им пощастило. Они взяли призерку чемпионата Украины из Саратов, из Одессы и заняли второе место. А на этот раз не вышло в них занятое место, потому что они просто не смогли створить команду. Третье место в легальном залике команды заняла команда «Фортеця» из Сеснивки Львовской области. Первые два места заняли команды «Химик-2». Второе место, «Химик-1», как и в том году, занял первое место. А теперь переходим в возрастной категории до 12 лет. Представитель города Южного Олейник Егор. Для нас было неожиданно, что в тройку призеров таких попал. Олейник Егор, третье место в возрастной категории до 12 лет. Воззываем представителя города Одессу Айбермана Илью. Второе место в возрастной категории до 12 лет. 2008-й возрождение младшая. Вызовем сразу твоего брата Айбермана Михаила, который занял единоличное первое место в этой категории. Они сейчас тоже способны создать команду. Если в следующем году найдут девочку и еще одного человека, это будет мощная команда. А теперь переходим к зачету среди девочек. Третье место заняло представитель Николаевской области. Сейчас она уже, слава Богу, у нас. Призер чемпионата Украины до 10 лет 2018 года Святого София. Клопаем! Набрать пять очков и занять второе место среди девочек Лукьянцева Елена. Клопаем! Чемпионкой в этом зачете среди девочек стала призер чемпионата Украины тоже 2018 года на возрастной категории до 8 лет Ковалева Таисия. Клопаем! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренер Хаулев, где он? Давай, 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 идем, пошли, пошли Те, що в командному залі, який ми перші два місяця команда «Хімік» зайняли, це не може не тішити мене. Хоча команда «Хімік-2» так шла постійно балансуючи коло четвертого місця, я думаю, вже якщо по шести третє, а так завдяки останній партії вискочили вони на друге місце. Це радість і для дітей, і для мене, звичайно. І, в принципі, діти всі виступили дуже, дуже пристойно. Навіть враховуючи, що у нас дуже смішаний був склад від першого розряду до четвертого, в кінці теж була запекла боротьба за виконання третього розряду, і наш вихованець, теж лепіанець Філіп, виконав третій розряд. Не може не радувати, звичайно. У нас дуже, дуже, дуже багато планів є, але як вони справдяться, чи зможемо зробити в приміщеннях, зараз, на жаль, ми навіть позаконно не можемо проводити нормальні турніри, не забезпечуючи 5 квадратних метрів на одну людину. Ми нещодавно провели такий тур ветеранський, але ветеранів мало, і ми в притул до цієї межі змогли привести турнір, а коли дітей багато, ми не можемо проводити турніри в приміщеннях. І все залежить від карантину, тобто, як буде розвиватися ця хвороба. Дякую!